На улице Благодатной, в частном секторе, примыкающем к торговому центру Выборский, на одном из приусадебных участков загорелась баня. Это случилось около часа ночи. Хозяин подворья уже спал. Дым и проблески пламени заметил сосед, засидевшийся с товарищами допоздна у себя на кухне. Ну вот ребята, сосед, парни молодые гуляли. А поджечь никто не мог списать? Да не дома. Некриминальную версию возникновения огня домовладелец тоже не смог назвать. В последний раз он протопил парную еще в субботу. Вероятность того, что с тех пор под крышей тлел уголек, невелика. Баня электрифицирована, но по заверениям хозяина все электроприборы в ней были выключены. До приезда пожарных расчетов местные жители пытались сдержать огонь, закидывая пылающее строение снегом. На смежном участке вплотную к горящей парной находится соседская баня. Ее пожарные уберегли. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Вспыхнувшая парная служила своему хозяину верой и правдой 25 лет. Разрешить спор между автолюбителями, возникший после ДТП на перекрестке улиц Ленина и Лермонтова, помог видеорегистратор, который был подарен водителю совсем недавно, на день рождения. Мужчина на Хонде CR-V ехал по Ленина в сторону Энергомаша. Зеленый сигнал загорелся для него как раз в тот момент, когда Хонда приблизилась к перекрестку. Поэтому водитель продолжил движение, не сбросив скорости. Toyota Ranks появилась справа по ходу движения Хонды. Мне сказали, что вроде как на желтый выезжаю. Когда я им сказал, ребята, что у меня заснято все, сначала повозмущались, потом попросили посмотреть. Вы им показали? Ну, конечно. И что они сказали после просмотра? Ну, ничего, промолчал, по крайней мере, хозяин. Нарушительницей оказалась женщина. Объяснить причину своей оплошности не смогла ни она, ни ее муж. Владелец Toyota Ranks. Он находился в салоне иномарки в момент аварии. Люди в результате ДТП травм не получили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова